Привет! С вами Агаза Фарсен. И сегодня я приехал в Международную аэрокосмическую школу. Только что прошло открытие смены. Мне больше всего понравилось авиашоу. Самолеты летели 100 метров высотой от земли. Так машем, машем, они видят нас? Смотрите. Встречный. Сегодня мы на самом деле открываем 11-ю Международную аэрокосмическую школу. А заезд получается уже где-то около более 20-и. Мы ждали вас. Огромное спасибо тем людям, которые являются организаторами этой школы. В свое время я уже здесь был, убедился. И сейчас приехал и вижу, что это только развивается, улучшается. Благодаря амазиазму, который есть у этих людей, увлеченных людей. Те, которые мечтают о чем-то высоком. Те, которые ставят перед собой задачи и идут к ним. Хотел бы пожелать детям, которые здесь присутствуют, именно вникать во все те знания, которые вам преподают и дают. Это опытные люди, и они вам передают свой опыт. Этот опыт вы нигде в другом месте не почерпнете. Мне выпал очень счастливый случай на самом-то деле в жизни. Вот напрямую, в живую, в реальной жизни соприкоснуться вот таким богатым опытом работы именно по моему направлению. Я сидела рядом с вожатами, и я понял, что им очень весело. Мне больше всего понравилось выступление Султановой. Мы полетели в космос в 2010 году. И старт у нас был на 2 апреля. И тут для нас сюрприз, что когда мы начинаем спускаться и слышим эту песню, вдруг мы видим, что в фойе сидит группа земляне и вживую ее играет. Все было хорошо, мне понравилось. И мне уже интересно, что будет в этой смене. Космос, как старый колдун, молча тайны хранит. Там, среди звезд и планет, есть тему, что скрывать. Солнце восходит, зенит, снова ракета летит, чтобы из тысячи тань хоть одну разгадать. Космос, как старый колдун, молча тайны хранит. Настоящий кошмар для обычных учащихся в обычных школах. Это контроля и диктанты. А для учащихся в МАКШ это 7 лекций в один день. У нас сегодня 7 лекций. Три из них уже прошло. Первая лекция была про самолеты. Не просто про самолеты, а про крупнейшие аварии и их причины. Плюс 10 секстиллионов моей аэрофобии. У нас была вторая лекция депутата Государственной Думы Качкаева. Я взял интервью у Павла Юриковича. Одобряете ли вы создание и развитие таких школ, подобных международной аэрокосмической? Ну, сложно не одобрять такие вещи, да. Потому что вот я считаю, что дети должны с малых лет к чему-то стремиться. Если у человека есть цель, даже у маленького человека есть цель, допустим, заниматься там в дальнейшем, не обязательно быть космонавтом. Допустим, работать на космос, работать в науке техники на это, то это только можно приветствовать. Поэтому я, в принципе, приветствую вот это создание таких космических школ. Я уже не первый раз здесь, Вячеслав Васильевич. Ну, мне все нравится. А вам-то нравится самим? Мне вот очень нравится. Зовем себе новых друзей, подруг. Так, а нового что-нибудь узнал? Да, много чего. Больше всего мне поразило то, что во всей Вселенной где-то около 100 миллионов галактик. Я думаю, что их намного меньше, в разы меньше, но их оказывается очень много. Понятно. Как по-вашему развивать патриотическое движение среди молодежи в настоящее время в Российской Федерации? Ну, вот где-то, наверное, года, может быть, 3-4 до пандемии, вот этого движения, это движение, оно не так, как бы, было заметно, да? А вот когда у нас началась пандемия, уже четко было понятно, что те же самые молодежь, волонтеры, они стали помогать нашим гражданам выжить. И мне кажется, сегодня в патриотическом движении, в молодежном патриотическом движении есть явный прогресс. Я думаю, что это нам поможет, как сказать, получить, наверное, какую-то идеологическую основу для нашего возрастающего поколения, чтобы люди гордились нашей страной, чтобы люди понимали, как развивается наша страна, чтобы молодежь участвовала в тех решениях и в тех вопросах, которые ставит перед нашей страной мир, там, мир, сообщество. Спасибо. Пожалуйста. Этот человек спокойно ответил на наши вопросы. Ему даже стало интересно, откуда у нас такие вопросы. У нас и нет такого надежды. Солнечным рассветом сядем мы в ракету с тобой. Двигатели внутри земной нарушат покой. Аферокосмическая школа юных представителей земли. Жизнь не успеть, чтобы, как Гагарин, землю хоть разок обрететь. Там, говорят, можно встретить всегда НЛО. Там, говорят, есть подобные нам существа. Вот бы нам и повстречать, сможем ли друг друга понять. Будем учить, повторить их простые слова. Солнечным рассветом сядем мы в ракету с тобой. Двигатели внутри земной нарушат покой. Надо торопиться, надо много в жизни успеть. Чтобы, как Гагарин, землю хоть разок обрететь. Давайте я возьму интервью у самих участников Международной аэрокосмической школы. С наукой у меня здесь Ахатова Ангелина и Лашина Дарья. И давайте мы им зададим несколько вопросов. Ангелина, как тебе в Международной аэрокосмической школе? Нравится ли тебе тут? Мне очень нравится здесь, потому что здесь все очень необычно. У нас есть уникальная возможность познакомиться с людьми, которые вы никогда не видели и, возможно, и не встретите. Такие известные люди, космонавты, летчики, которые приезжают сюда. Их рассказы о космосе, о небе очень завораживающие. Просто пробегает дрожь. Это очень интересно. Также мне очень понравилось мероприятие, когда мы были в поле. Это была связь с МКС. То есть над нами летела станция. Мы были в поле ночью. У нас был прямой эфир с космонавтами. Мы разговаривали с ними. Это все очень было классно. Это очень круто. Также мне нравятся дискотеки, потому что это очень атмосферно. Классные ребята. МОЛЬНЫЙ ГУЛОД ВОЛЬНЫЙ ГУЛОД ПЕСНЯ ВОЛЬНЫЙ ГУЛОД ПЕСНЯ 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 Также все тут атмосферно. Сады, люди, вожатые, которые здесь есть. Мне все очень нравится. Ну а теперь мы спросим Дашу. Я присоединяюсь к словам Ангелины, но я могу рассказать про быт нашего лагеря. Здесь очень хорошие люди, со всеми очень хорошо общаемся. Тут замечательные кураторы и все очень классно. Тут очень красивые пейзажи. С нашего окна видно озеро Ойпак. Очень красивый восход, закаты. Все это очень сильно завораживает. А еще здесь очень вкусно кормят. Какое мероприятие тебе понравилось больше всего? Мне больше всего понравилась вторая лекция депутата Государственной Думы Башкирии Качкаева Павла Рюриковича. Так как он приехал сюда, в Калиновку, к нам рассказать о политике, о санкциях, которые сейчас очень актуальны. Также мне очень понравилось, что мы можем поговорить с ним вот так открыто, задавая вопросы, которые касаемы нас. Это очень классно и уникально, то, что мы можем задать вопросы, касаемые будущего России. Мне очень понравилась лекция Скворцова Александра Александровича. Он рассказывал про быт в станции МКС, как они там живут. Очень прекрасные опыты. Нам показали, как выглядит наша Земля с иллюминатора МКС. МКС. Я увидела нашу планету совсем с другой стороны. Нам показывали цирк на МКС. Мне очень понравились трюки. Как показалось, там очень веселые космонавты. Потому что, когда смотришь на них с телевизора, это совсем по-другому. Они очень серьезные, а на самом деле они очень человечные. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!